Звук выглядит в реальности, когда ты его уже произносишь, да, то есть, например, мы когда говорим по-русски глагол «быть», мой любимый пример, «быть», 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 вроде бы там «ы», а потом «ти», но на самом деле мы «ы» не произносим как «ы», мы ее произносим как дифтонг «ы», 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 потому что дальше паутализованное стоит «ти». Паутализованное – это для согласных то же самое, что переднее для гласных, по сути дела, разницы нету, поэтому паутализованное согласное, он, по сути дела, переводит «ы», который, в общем-то, по идее, гласный заднего ряда, переводит в передний ряд, но в случае с русским языком не полностью, потому что оно же не превращается в «быть» или «бить», оно превращается в «быть», «быи», «ы», 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 «быть». Так вот, «ы» – это фонема, «ы» – это алафон. То есть важно смотреть, контрастные они вообще звуки или нет. В русском языке «ы» контрастный. Почему? Потому что есть «быть», есть «бить». Взять и заменить «ы» на «и» нельзя без потери смысла. «Быть» превратится в «бить», «бить» превратится в «быть». Вот, а, например, значит, ну там некоторые носители иврита вместо «г» произносят «р». Да, то есть, ну, например, там, йеменские евреи всякие там. Если «уфрухазу» послушать, как она поет, там, «ярушала им шелдзага». И, соответственно, она вместо «г», вместо звонкого угулярного спиранта, произносит альвеолярную трель четко «р». Как в арабском или в русском «р». Так вот, поскольку в иврите нету слов, в которых от замены «р» на «р» поменялось бы значение, то это что у нас значит? Это значит, что один из этих звуков не является фонемой, не является звуком языка. Ну и, как бы, сравнив «р» с другими, значит, звуками языка, мы поймем, что «р»-то как раз есть, а «р» нету. А значит, что в случае там с, как бы, отдельными спикерами иврита «р» — это алофон фонемы «р». Ну или, например, вот во французском, опять-таки, звук «р» на конце слова у некоторых носителей превращается в «х». Ну, то есть, вот у нас есть слово «летр» — письмо. И «летр» — ну, ты либо добавляешь шва на конце, да, вот эту коротенькую гласную, «летр» — это на юге Франции обычно, как бы, там, там, певучий очень акцент у них. Они читают вот эту немую «э» на конце, немую «э». Поэтому у них «летр» — вот, и, ну, то есть, как в песне. То есть, если послушать «интернационал», там, «internazionale», то есть, там, четко, немая «э» в конце, которая обычно не произносится, произносится четко. Вот на юге Франции, в принципе, ее произносят по умолчанию. И, а если ее не произносят, что происходит? Ну, что происходит? Ну, оглушается звук. И получается не «летр», а «летр». А еще круче фамилия «сартр» — либо «сардр», либо «сардр». И, в принципе, по крайней мере, лет пять назад тенденция была такая, что Париж, в плане молодежи именно парижеской, они переходят постепенно на то, что «сардр» у них не «сардр», а «сардр». Ну, и, казалось бы, ну, если во французском языке звук «х», можно его сравнить с другими звуками? То есть, вот, в каком случае можно было бы заменить какой-нибудь звук на «х» и получить другое слово? Нет такого. Потому что в французском языке нету звука «х». И значит ли это, что его нельзя произносить и что носители языка его не произносят? Нет, не значит. Это значит, что это алофон. Это алофон звука «х». То есть, звук «х» во французском есть, а звука «х» как бы нет. Как фонема, а как алофон есть.